Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рассказ о нашем с мамой путешествии в Шотландию в 2019 году. Это путешествие я планировала вместе со своей подругой в качестве подарка себе любимой в честь окончания моего университета, где я получила диплом магистра в области бизнес-администрейшн, то есть MBA. Об этом образовании я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Это путешествие должно было состояться в начале июня 2019 года, и так как мы планировали заранее, где-то за месяц, мы, к сожалению, не совпали с ней по датам, она хотела поехать прямо в самом начале июня, а я знала, что в начале июня приезжает Трамп в Лондон, ну, естественно, мне надо было снять все репортажи, чтобы попробовать подзаработать, продав видео, которые мне удастся заснять, и за счет этого, в принципе, и съездить в Шотландию. Но у нее были свои планы, она настаивала на том, чтобы наше путешествие состоялось в самом начале июня, и в итоге я поехала в это путешествие 11 июня, уже когда моя мама прилетела ко мне в Лондон, и мы поехали вместе с ней. Кстати, пару роликов о приезде Дональда Трампа в Лондон мне удалось продать, в итоге половину поездки я отбила на заработки с этих репортажей. По итогу я планировала сама, у меня получился вот такой список, я его специально сохранила, потому что на тот момент я уже как раз завела свой канал, англичанка, ему, кстати, 30 мая этого года исполнилось уже 3 года, то есть в конце мая 2019 года я создала этот канал, а уже 11 июня мы полетели с мамой в Шотландию, и вот я сохранила этот список, чтобы потом рассказать, каково было наше путешествие, чем мы пользовались, каким транспортом, и во сколько нам это все обошлось. Поэтому сегодня вот по этому списку буду вам рассказывать сначала в общем обо всем нашем путешествии, где, что и как, а потом про каждый город. Итак, поехали! Как всегда, естественно, я выбирала самые дешевые маршруты и прописывала вплоть до минуты, когда отправляется наш следующий поезд, автобус или куда мы идем в тот или иной момент. Мы ездили на 3 дня в 5 городов Шотландии, и на составление этого расписания у меня ушло, наверное, около 2 или 3 дней, чтобы все конкретно проверить, найти самые дешевые билеты и забронировать их. Итак, наше путешествие состояло из 5 городов. Это Эдинбург, Данферлин, Данди, Перц и Стерлин. Именно так произносятся эти шотландские города. Я сверяла это с англичанами, потому что, когда я рассказывала им, куда я ездила, они говорили, что я неправильно произношу. Данферлинг я говорила, и Дунди, и Стерлинг. На самом деле все звучит по-другому. Поэтому название этих городов я буду произносить именно так, как произносят их англичане. В общей сложности путешествия на самолете из Лондона в Эдинбург и в последующие 4 города нам обошлись на двоих в 350 фунтов. Это 35 тысяч рублей. 3 дня, 5 городов, 350 фунтов. Основными нашими затратами, естественно, были билеты на самолет. Вперед мы летели за 69 фунтов на двоих, а назад нам билеты обошлись в 55 фунтов на двоих. Автобус до аэропорта в Лондоне стоит в среднем 15 фунтов на двоих, а в Эдинбурге 12 фунтов на двоих. Но это был 2019 год, сейчас, возможно, чуть-чуть подороже. Между городами в среднем билеты нам стоили в 15-17 фунтов на двоих. И самыми крупными, наверное, на уровне билетов на самолет, нам обошлись два отеля. В городе Данди мы заплатили 55 фунтов, а в городе Пёрдс отель обошелся нам в 46 фунтов. Ну, об этом я тоже буду позже рассказывать, показывать вам отель. И если кого-то интересует, дам и адрес. А пока подробнее о маршруте. Итак, наше путешествие началось с автобусного вокзала Виктория в 6 часов утра. Ну, то есть до этого мы встали в 4-5, проехали на ночном автобусе до вокзала. И уже в 6.00 наш автобус отправлялся в аэропорт Лютон. То есть мы в этот раз полетели в Эдинбург. До этого мы ездили, я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите про поездку в Эдинбург, вот в этом вот ролике. И в этот раз мы решили полететь на самолете, так как билеты на самолет оказались дешевле, чем на автобус или на поезд. Кстати, сейчас в Англии запустили очень дешевые поезда. По-моему, в районе 16, что ли, фунтов можно доехать до Эдинбурга и обратно. От станции Виктория до аэропорта Лютон мы ехали всего лишь час и пять минут. В 8.20 мы уже сели на самолет. В этот раз мы летели налегке. Очень редко я летаю без багажа, но вот в этот раз и в предыдущий год в Северную Ирландию мы летали также на самолете. О Северной Ирландии я буду рассказывать чуть-чуть попозже, в июле-августе этого года. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Итак, мы прилетели в Эдинбург. Поможню там проходить не надо, то есть показывать какие-то визы, паспорта, вообще ничего не надо. Можно даже без паспорта путешествовать. Если у вас уже есть посадочный талон, хотя нет, паспорт все-таки требуют на посадку. В общем, прилетели, сели в автобус и поехали до Эдинбурга. От аэропорта Эдинбурга до центра шотландской столицы ехать недолго, по-моему, около 20-30 минут. И так как я немножечко планировала с запасом, чтобы, может быть, погулять по Эдинбургу или вдруг самолет опоздает, в общем, я решила не покупать билет на поезд от Эдинбурга до города Данфернли, куда мы отправились практически сразу же после прилета, так как по Эдинбургу мы не стали ходить в этот раз. И зная о том, что в этот город поезда ходят практически каждые полчаса, я вот выписала себе несколько поездов в 12.17, в 12.49, чтобы знать точное время, когда мы можем отправиться. То есть, если мы, допустим, в Эдинбург приехали в 11, то в 12.17 мы уже можем поехать в Данфернли. Но я не помню, в какое время мы поехали. Мы немножечко погуляли по Эдинбургу, подождали отправления своего поезда, пока я купила билеты, прикупили там какой-то еды, позавтракали. Кстати, когда мы ехали от аэропорта в центр города, меня удивила такая ситуация. На дороге впереди нас была какая-то колонна, парад, наверное, в шариках, цветочках. И оттуда из машин люди кидались в прохожих капитошками, то есть наполненными шариками с водой. Я стала искать, что же это за фестивали и что вообще происходит. Так и не нашла. Так что, если кто-то знает, что это за традиция такая, обливать людей водой, вот этими вот шариками, вот этими капитошками, пишите в комментариях, чтобы я нашла информацию об этом мероприятии. Ну, вот такой вот для меня в этот раз был Эдинбург. Потом мы немножечко прогулялись по парку, пока ждали свой поезд, рядом с замком Эдинбурга. Там пофотографировались немножко и уже пошли на вокзал покупать билеты и отправляться в город Данфернли. Об этом городе, о последующих я буду рассказывать позже. А пока просто маршрут. Значит, от Эдинбурга до Данфернлина ехать всего лишь полчаса. И мы планировали прогуляться по этому городу, посмотреть, чем он богат и знаменит, до полседьмого, так как в это время у нас уже были куплены билеты на поезд Скотт Рейл в город Данди. Поэтому вот у нас всего было 4 часа, чтобы погулять по Данфернлину. Следующим пунктом нашего назначения стал город Данди. Мы ехали до него 2 часа и буквально быстренько пробежались. Уже полдевятого прибыли в город и стали искать свой отель. Именно там я забронировала отель. Нам он очень понравился. Потом тоже позже расскажу и про сам город, и про отель. На утро мы прогулялись по этому городу, посмотрели его достопримечательности. И в 3 часа дня мы уже направились в следующий пункт нашего назначения. Это город Перс. Ехать до него всего 20 минут. И там мы провели остаток дня и заночевали в отеле. О самом городе тоже буду позже рассказывать, что мы там нашли и чем занимались. Ждите, позже расскажу. Переночевав в отеле города Перс, на утро мы встали, еще немножечко погуляли по городу. И в 10 утра, опять же таки, железной дорогой мы направились в город Стерлин. До которого также оказалось ехать всего лишь полчаса. В этом городе у нас было всего 4 часа на прогулку, чтобы посмотреть его достопримечательности, пофотографировать интересные места и отправиться уже обратно в Эдинбург, откуда вылетал наш самолет, обратно в Лондон. Из Стерлина до Эдинбурга мы ехали уже на автобусе Мегабас за 12 фунтов. Путь туда составляет всего лишь 1 час. И уже в 16.20 мы были в Эдинбурге. А уже полвосьмого вечера наш самолет вылетал из аэропорта. Я специально немножечко пораньше взяла билеты обратно до Эдинбурга, потому что не была уверена, что мы вернемся точно к полвосьмому. Мало ли, где-то задержимся, что-то сломается и так далее. Всегда рассчитываю про запас 1-2 часа, если это касается самолета. Ну и там прохождение всяких досмотров и паспортного контроля. Хотя между Шотландией и Англией нет никакого паспортного контроля. Но все равно зарегистрироваться на рейс. И мало ли еще что там возникнет. Допустим, в Эдинбурге, когда мы вылетали обратно в Лондон, девушки, которая стояла перед нами в очереди, потребовали заплатить еще 60 фунтов за дополнительную сумочку. Дамскую сумочку она взяла вместе с ручной кладью. А в билет входит только одна ручная кладь. Ну, не могла она запихать свою дамскую сумочку в маленький чемоданчик, я не знаю. Я, как всегда, летала с рюкзаком. И если что-то у нас дополнительное, мы просто это все запихиваем в сумку, в рюкзак. И проходим с одной ручной кладью. В Северную Ирландию, кстати, я брала назад одну дополнительную сумку, потому что думала, ну, наверное, мы что-то там купим. Какой-то сувенир или, ну, посмотрим. На всякий случай. Обычно из путешествия мы всегда привозим обратно что-то. Или еду, которую там дополнительно покупаем. Или какие-то сувениры. Чаще всего, я уже рассказывала, мы не покупаем сувениры, чтобы поставить, а чтобы использовать, там, чай или какие-то шоколадки, ну, или духи. Кстати, из Северной Ирландии я как раз-таки привезла духи. Вот. Ну, об этом тоже скоро буду рассказывать. И вот так вот в 9 часов вечера мы снова были в аэропорту Лютон. То есть лететь из Эдинбурга до Лютона всего лишь полтора часа. После чего мы сели на автобус National Express и добрались до дома. Вот такой вот у нас был маршрут. Галопом по Европам вам рассказала. А подробно про каждый город буду рассказывать позже. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.